Приветствуем вас в новой серии проекта «Чердачная Дензел», где известные блогеры показывают, как можно обустроить пространство на чердаке и создают нечто удивительное из старых вещей. Смотрим новый выпуск вместе! Привет, я Надя с канала Бубенита, и сегодня совместно с Дензел в рамках их проекта «Чердачная» я предлагаю вам окунуться в переделку вот такого старенького кресла. Визуально оно не выглядит сильно побитым жизнью, но при ближайшем рассмотрении можно увидеть, что мягкая его часть окончательно прохудилась, весь поролон истерся и превратился в труху. Обивка прорвалась и явно требуют замены. И неудивительно, ведь его сделали больше 30 лет назад, и им явно активно пользовались. Деревянные детали достаточно хорошо сохранились, но покрытие ни по цвету, ни по состоянию меня не устраивает. Прежде чем приступить к работе, я решила основательно подойти к выбору цвета обивки и деревянных деталей. Мне и хочется, чтобы кресло выглядело стильно, но при этом было практично, ведь оно будет использоваться в жилом помещении, а не стоять на витрине в магазине. Я решила рассмотреть три варианта. Один с темной обивкой коричневого цвета и с светлыми деревянными деталями. Второй с деревянными деталями темного оттенка и светлой обивкой. А третий с обивкой серого цвета. Выбор оказался сложным, потому что все три мне нравились, в каждом из них была своя изюминка. Ну а какой вариант я выбрала в итоге, вы узнаете чуть позже. А пока давайте приступать к разборке кресла. Я решила работать на улице в той одежде, которую не жалко испортить, потому что знала, что будет много мусора и что я знатно испачкаюсь. И как только начала снимать белый текстиль с дна кресла, я поняла, как же я была права. Паралон за годы использования превратился в клейкую труху, которая липнет ко всему подряд. Поэтому запаситесь перчатками и растворителем, чтобы потом отмыть себя и те инструменты, которые участвовали в разборке. Лучше застелить место разборки бумагой или пленкой, чтобы не испачкать стол или пол, на котором вы работаете. Я разбирала кресло на подъездной дорожке, но все равно уложила кресло на бумагу. Обивку снимать несложно. Тонкой отверткой с плоским шлицем я подеваю скобы и вытаскиваю их из каркаса. Большая часть скоб достается без проблем, так как они толстые и не ломаются, в отличие от тех, что производят сейчас. Я старалась снимать обивку очень аккуратно, так как этот истерзанный поролон летел во все стороны. Чуть позже я пожалела, что устелила такой маленький кусочек плитки. По-хорошему тут нужно было пленкой закрыть участок размером 2х2 как минимум, чтобы весь мусор остался в границах укрытого пространства. Я люблю снимать процесс разборки на видео целиком, так проще собирать все в обратном порядке. Раскручиваю каркас кресла. Все болты с гайками нужно будет очистить и положить в укромное местечко, чтобы не потерялись. Развалився. Вот эти пуговички с обратной стороны держатся на веревочках. Интересная очень система. В принципе, я считаю, что почему бы и нет. Потому что ткань можно прорвать, а вот от дерева вряд ли оторвется. А тут начались самые грязные работы. Я добралась до поролона и, как могла, всячески пыталась его аккуратно собрать сразу в мусорный пакет. Ткань, а вернее мешковина, на которой он находился, совсем плохо выполняла свою защитную функцию. И, думаю, еще и поэтому от поролона осталась лишь труха. Мы такую ошибку не совершим. Снимаю оставшуюся обивку и соскребаю прилипший к дереву поролон. Пришло время разбираться с деревянными подлокотниками. Я беру циклю и начинаю аккуратно снимать верхний слой покрытия. Лак снимается тонкой стружкой, постепенно открывая родной цвет древесины. Раньше я циклю почти не использовала. Думаю, что со снятием лака можно справиться и шлифмашинкой. Но так-то оно так. Просто цикли делают этот процесс более быстрым и экономичным. Лак быстро забивает наждачные круги. И чтобы снять лак с подлокотников, нужно таких кругов очень много. А тут шух-шух, сняли лак. И потом можно будет с шлифмашинкой довести это до идеала. Но предупрежу вас сразу, что цикли работают не так просто, как кажется на первый взгляд. Руки устают, нужно делать короткие перерывы, чтобы не нанести вред запястьям и пальцам. Теперь можно переходить к шлифовке. Я сперва шлифую эксцентриковой шлифмашинкой с кругом 120 грит. Мне нравится, что можно регулировать скорость вращения платформы, что помогает шлифовать быстрее и качественнее. В машинке есть отсек для сбора древесной пыли, его легко очищать по мере необходимости. А длинный сетевой кабель даст необходимую маневренность при работе с заготовками. Далее я беру вибрационную шлифмашинку для проработки труднодоступных участков. Так как подлокотники мы не разбирали, мест стыка деталей у нас достаточно много. И все эти места очень удобно обрабатывать именно такой шлифмашинкой с тонким треугольным носиком. Она весит чуть больше килограмма, и при продолжительной шлифовке это чувствуется, так как рука не так быстро устает. Контейнер сбора древесной пыли тоже легко снимается, и его можно быстро очистить. Еще большим плюсом сетевых шлифмашинок является то, что они могут работать очень долго и не теряют производительность в течение времени. Не приходится постоянно менять аккумуляторы, что очень удобно. Посмотрите на эту красоту. После того, как мы сняли лак и зачистили дерево до его натурального оттенка, получилась вот такая картина. Мне очень нравится, как это выглядит. Но все-таки мне больше подушить темные оттенки, поэтому будем тонировать. Смотрите, как сильно отличается подлокотник без тонировки лака от того, что мы еще не брали в работу. Небо и земля. Самый важный этап – это подобрать морилку, потому что от цвета морилки зависит итоговый результат и как кресло будет смотреться потом уже в готовом виде. Я только что поняла, что эти речки по цвету к подлокотникам не очень подходят. Они чересчур светлые. Вот это уже ближе. Вот это максимально близкое. И на ней мы будем тестировать оттенки морилки. Я уже заранее подготовила три разные губочки. И сейчас мы с вами протестируем три разных оттенка. Ну вот разница в оттенках определенно есть. Два последних – они более теплые, в рыжеватые уходят. А этот шоколадный – он прям такой красивый, нейтральный. Я пока подожду. Нужно будет попробовать в два слоя покрыть, потому что одного слоя нам будет точно недостаточно. Для того, чтобы был насыщенный, глубокий, красивый цвет, нужно будет как минимум два слоя, может даже и три. Так что пока жду полностью, чтобы высохли вот эти прокрасы. И попробую еще раз. Ну что, ребят, пришло время посмотреть, что же у меня получилось. У меня здесь уже все в три слоя покрашено и просушено. Из всего, что у меня здесь есть, мне это нравится больше всего, потому что конкретно вот эти, они очень сильно похожи на тот родной цвет подлокотников, от которого мы избавлялись. Еще у меня здесь есть вот такой вот образец той ткани, которую мы будем использовать. Мне кажется, что вот эти даже сочетаются между собой намного лучше, потому что это достаточно холодный бежовато-серый цвет. И с этим оттенком он смотрится просто потрясающе. Думаю, что цвет я выбрала. На заранее изделенную пленку размещаем детали и начинаем тонировать. Я это делаю маленьким кусочком поролона. Цвет мне уже нравится. Но думаю, что нужно будет как минимум три слоя для насыщенного глубокого цвета. После полного высыхания подлокотники нужно зашлифовать наждачкой с мелкой зернистостью. Я брала 320 грит, чтобы убрать поднявшиеся волокна дерева. Так детали будут еще более гладкими и приятными на ощупь. Еще один слой морилки, чтобы затонировать те участки, где наждачка сняла цвет. И после полного высыхания берем масло и покрываем подлокотники в два слоя с промежуточной просушкой. Теперь самый важный этап работы. Каркас кресла нужно подготовить к перетяжке. Первым делом я решила почистить заднюю стенку из ДВП и обклеить тканью. Клей у меня в спрее. Одного баллона вам точно будет достаточно. Сначала отутюжим ткань утюгом. Это важно. Я считаю, что только после глажки можно брать ткань в работу. Не будет складок и заломов, которые не убираются натягиванием ткани на каркас. Клей как паутинка. Его нужно распылять на расстоянии 40-50 см, чтобы успели сформироваться клеевые струйки. Укладываем ткань поверх и проклеиваем. Загибаю срезы внутрь. Загибаю срезы внутрь. Теперь сам каркас кресла. Я как могла оттирала растворителем этот клейкий поролон, но все равно не удалось убрать его до конца, к сожалению. Замеряем размеры каркаса вдоль и поперек и отрезаем ботин. Я брала плотный и жесткий, чтобы он защитил поролон от воздействия пружин. Иначе он быстро истерется и будет беда. На каркас его набиваю степлером. В него очень удобно загружать скобы. Он крепкий и хорошо лежит в руке. Казалось бы, степлер и степлер ничего особенного, но нет. В перетяжке степлер используется на постоянной основе и значит очень много. Степлер должен быть удобным и не тяжелым. После полутысячи забитых скоб вашим рукам будет видна разница. Поверьте. Чтобы на обтекаемых контурах каркаса ватин лег как надо, его можно подрезать и чуток зафиксировать скобами так, чтобы он не топорщился. Ватин на месте. Я считаю, что получилось аккуратно. Обязательно прорежьте отверстия для болтов сразу, иначе потом на ощупь найти их будет нереально. Переходим к поролону. У меня он толщиной 5 см. Для кресла, я считаю, больше не нужно. Но зато будет мягко сидеть. Очень важно при раскройке поролона учесть то, что у нас будет две толщины. На спинке и на сидении. Именно поэтому места примыкания двоих деталей нужно подрезать под углом 45 градусов, чтобы они друг с другом не спорили. Тогда они отлично состыкуются, хорошо сядут и будут хорошо вести себя при эксплуатации кресла. Запаситесь новыми лезвиями. Поролон отлично режется, когда лезвие свеженькое. Идет как по маслу. Детали поролона готовы. Я чуток подрезала острые углы, чтобы кресло было более обтекаемым. Передний край детали я тоже подрезала под углом, чтобы сделать обтекаемым конкретно эту деталь кресла. Наносим клей на основу и на поролон, особенно прорабатывая тот участок, который будет загибаться. Ему нужен плотный клеевой слой. Останется только соединение детали между собой и хорошо прижать поролон на месте сгибания. Проклеиваем спинку. Вторым слоем после поролона идет синтепон. Он сгладит те участки, которые недостаточно округлые. Приклеиваем на тот же клей и срезаем лишнее. Ровные срезы лучше подорвать руками, чтобы не было четких стыков. Ну что, у нас следующий день. Я решила, что сделать. Из-за того, что вчера у меня не хватило синтепона, вот эти части я по кусочкам собирала и приклеивала на клей. Поэтому сегодня утром я съездила в магазин, докупила синтепон. И сейчас нужно будет еще одним слоем отклеить полностью все кресло, чтобы оно хорошо вот здесь вот ложилось на уголках. Вот здесь вот тоже, чтобы все хорошо ложилось. Потому что под тканью, даже такой кучерявой, как у меня, все равно вот эти вот нюансы будут видны. На следующий день я решила добавить еще один слой синтепона. Первый был толщиной 2 см, а второй слой я взяла единичку. Ее нам будет достаточно, чтобы приступить к обивке. Я совсем забыла про пуговки. Нам ведь их нужно обтянуть новой тканью. Здесь все просто. По размеру пуговки вырезаем кругляшок с отступами в 7-9 мм. Потом берем нитку с иголкой и по контуру кругляша делаем стежки. Потом останется поместить внутрь пуговицу и затянуть ниткой стежки так, чтобы осталось только ушко пуговки. Закрепляем узлом ниточку и вуаля, пуговичка готова. А теперь обтянем тканью каркас. Вырезаем детали ткани с учетом толщины стенок и припуском на забивку скоб. Мне нужно 2 детали. Сперва укладываю ткань лицом вниз и внешние углы сидения прошью иголкой так, чтобы получить нужную нам округлость. Так же сделаем и со спинкой. Таким образом у нас получилось 4 строчки, которые нам нужно будет закрепить на швейной машинке. Осталось дело за малым. Степлером фиксируем ткань на каркасе кресла. Следите за тем, чтобы ткань всегда была хорошо натянута и не морщила. Но и перетягивать тоже не нужно, иначе будут перекосы и утяжки, которые нам не нужны. Все срезы фиксируются со знаки, их потом не будет видно. Пришло время на спинку пришивать пуговки. Я для этого взяла длинную иголку и проделала в нее нить так, чтобы вытянуть сразу два конца с обратной стороны. Когда все ниточки с изнанки, можно натягивать и фиксировать их на деревянной детали. Тут важно так забивать скобу на нить, чтобы она не вытянулась при использовании кресла. Я набивала нить зигзагом, так, чтобы нить не была уложена в одном направлении. Забила, загнула нить в обратную сторону и снова забила. Ну, все, пуговки на месте. В оригинальном кресле пуговицы были еще и на сидушке. Но я так подумала, попой сидеть на пуговицах будет не очень прикольно. Поэтому сюда я их не буду пришивать, не буду их фиксировать здесь. Останется только буквально вот здесь вот эти вот стыки зашить, что я здесь на уголочек заворачивала. Мне очень нравится эта ткань тем, что тут ничего не будет видно. Я просто возьму потайным швом, зашью здесь и точно так же с другой стороны. И останется только набить дно новое и заднюю стеночку. Субтитры сделал DimaTorzok После того, как зашиты места стыка двух деталей, можно крепить каркас на подлокотнике с ножками. На дно фиксирую черный геотекстиль. Он плотный и более прочный, чем обычный черный спонбонд. Последний шаг – набить заднюю стенку. Я делаю это обычными гвоздиками и молотком. Давайте вспомним, как это кресло выглядело до... А это наши после. Мне кажется, что результат однозначно стоил потраченных усилий. Кресло преобразилось невероятно. И инструменты Denzel смогли сделать весь процесс быстрым, эффективным и, самое главное, приятным. Ссылки на все использованные мной инструменты оставлю в описании. Пишите о ваших впечатлениях в комментариях. Понравилась ли вам переделка? Мне будет очень интересно узнать ваше мнение. Ну а пока я с вами прощаюсь. До встречи.